Добрый день дорогие горожане, добрый день. И раз уж выпала такая возможность поездить, поездить с исполняющим обязанности мэра города Якутска по тем дорогам, которые, ну, показатель, наверное, города, да, Евгений Николаевич? Да, поехали. Тем более на такой машине, над брутальной, хорошей, хорошем продукте японского автопрома, мечта каждого, наверное, уважающего себя мужчин. Поехали, я думаю, поездка будет интересной. Евгений Николаевич, а у вас нет, вот мы сейчас находимся в хорошем, олдскульном, скажем так, да, рамном внедорожнике японского производства. А вам не кажется, что дороги нашего города, они приспособлены больше для таких, а не для таких вот тонких дилерских машинок, которые могут рассыпаться ненароком-то? Ну, я думаю, что нет, потому что из года в год мы дороги все-таки делаем лучше, и все познается, конечно, в сравнении, хотя человек быстро привыкает к хорошему, но я по городу, на самом деле, на этой машине удается поездить так не особо много, и на самом деле-то, по городу я езжу на другой машине в летнее время, и чаще всего я езжу на Марк 2, машина с низким клиренсом, Тойота Марк 2. Позволяют дороги города? С каждым годом все больше позволяют, и тут, я даже живя в частном секторе, спокойно заезжаю, выезжаю, хотя, хотя, когда я тут туда приехал, я застревал, и мы за два года с соседями сами навезли кучу строительного мусора, разбили его, засыпали, ну, субботником за два года сделали дорогу, а по части вот городской спокойно, спокойно езжу и доволен. Ну, есть куда стремиться, есть здесь, справляться. Вот, кстати, улица Рженикидзе, многие задают вопрос, вот мы ее в этом году, в 2020 году делали, смысл ее был сделан так, чтобы ее не по всей протяженности меняли асфальт, брали захватками, меняли уличное освещение, делали дополнительные карманы для остановки автобусов и парковки автомобилей. Это нужно нам делать для того, чтобы мы могли были готовы принять больший транспортный поток к тому моменту, когда мы начнем ограничивать движение по проспекту Ленина. А оно неизбежно? Оно неизбежно, поэтому здесь вот нужно будет понимать то, что в этом году, это лето, я прошу всех жителей города Якутска, гостей отнестись с пониманием. У нас сегодня уточнилось 48,9 километров дорог мы будем ремонтировать. А по сравнению с прошлым годом? Это сумма двух предыдущих годов месяцев. Двух предыдущих? Да. То есть и 19, и 20, это суммарно, это есть и сам 50? Это примерно столько же, сколько мы будем за один год сейчас сделать. И если мы говорили, что нам негде ездить за эти два года, то этим летом нам придется потерпеть, потому что иначе другими темпами мы не сможем. Пока, знаете, здесь как вот, пока есть шансы надо делать, пока есть шансы, надо вот просто вытерпеть, а потом уже, ну, можно будет уже ездить по хорошим дорогам, пока есть, вот, для общего понимания, общий бюджет ремонтной программы этого года по городу Якутску будет порядка 2,2 миллиардов рублей, чуть меньше. Из них город Якутск вкладывает 560 миллионов, то есть четверть. Четверть, да, и больше полутора миллиардов это поступление из республиканского бюджета. Вот, было бы неправильно по отношению к городу, к жителям отказываться от этого, сказать, что вот, ребят, нам не надо, мы не будем делать, мы лучше будем в три смены работать, где-то получать хейт, ну, заниматься делом. Ну, с другой стороны, всем не угодишь, Евгений Павлович, ну, и, я так понимаю, ваша практика нахождения на рукоящих должностях городской администрации, ну, научила многому, да? В этом, в этом плане, да. Вот, мы сейчас тогда уйдем на Курашова, Курашова улица нами тоже сделана, нами сделана в этапе 20-го года. Ну, в целом, если вспомнить, в каком она состоянии была до этого, да, то есть здесь, конечно, результат есть. Здесь удалось, вот, теплотрассу, где переход есть, поменяли трубы, поэтому здесь уже получилось отремонтировать и инженерные сети. Вернемся к логике, да, к логике, вот, вернемся на родную нам, поскольку наша территория по улице Арджоникидзе, да, находится. Логика вырубки деревьев, вот, рядом со школой Алексеевой, а, да, и логика переноса остановок, ну, прямо возле новой печати. То есть там нормальная стоянка стояла, которая удовлетворяла, скажем так, потребности многих, которые в том районе находятся, трудятся, да? Ну, а там водрузили остановок. Вот это вот логику. Давайте попробуем и объясним. Ну, логика в том, чтобы, вот, опять-таки, у нас один из маршрутов сегодня ходит по проспекту, и буквально вот через несколько месяцев они уйдут на Ярославскую и на Джаникидзу. Вот тогда будет понятно логика, зачем нужны были большие автобусные карманы, потому что город 350 тысяч человек, он все равно должен жить, ездить, и автобусы должны ездить, и по тому плану, который у нас есть, увеличится нагрузка на автобусы и на пассажиропоток по Арджоникидзе улице. Поэтому здесь необходимо было оборудовать эти дополнительные карманы. Вот, кстати, перегрёсток здесь, если вы часто пользуетесь этим перегрёстком, у нас дополнительно появилась полоса направо здесь, с той стороны тоже дополнительная полоса направо, и, в принципе, у нас здесь с каждой стороны, если к перегрёстку подъехать, по четыре полосы. И это здорово разгрузило. Вот данный век, который мы проехали, это ведь зона ответственности АЛАСа. Да, это работала АЛАСа. У нас, кстати, вот по Арджоникидзе, по Хурошову, по Петровскому работала АЛАСа. Перегрёстки у нас работала Сельдорстрой совместно с группой компании СЭТ-Т. Перегрёстки и Губино сделали Сельдорстрой СЭТ-Т, и, я считаю, очень качественно сделали, хорошо. Вот Сельдорстрой, АЛАС, это же, по сравнению с тем же Дорисом и так далее, это же новички. Ну, не то, что новички, по крайней мере, они раньше не фигурировали в плане дорожного строительства, ремонта дорог. АЛАС абсолютно точно не фигурировал. Сельдорстрой – это большая опытная компания, которая в основном работает на федеральных и на республиканских объектах. У них большой опыт работы в дорожном строительстве, и они ничем не хуже Дориса. То есть молиться лишь на один Дорис, это, я думаю, не разумно. А мы уже и не молимся на один лишь Дорис. Нам сегодня Дорис, мы спокойно же справились в прошлый год без него. Как показала практика, и без Дориса мы можем строить дороги. Ну, сейчас в связи с возрастающим объемом, мы, в принципе, открыты любым предложением. И любой подрядчик, который имеет производственные мощности, мы рады сотрудничать. У нас сегодня есть понимание того, что подрядчики, которые, вот, мы переходим постепенно на конкурсы, да, чтобы избавиться от подрядчиков, которые, ну, могут вот зайти просто с бумагой и ручкой такого недопустимо в дорожном строительстве, в короткие сроки в Якутске, мы должны точно понимать, что это будут подрядчики, которые способны сделать. Потому что национальный проект – это такая программа, в которой, если ты не успеваешь что-то сделать, показатели не достигнут, тебя снимают финансирование не только этого года, но и следующего. И поэтому мы тут не имеем права отступиться. И поэтому вот все эти движения, которые мы видим зимой, там, говорят, да, там, снег укладывать или что-то, что-то, но здесь, безусловно, есть конструктивная критика, но вместе с тем мы должны понимать, все то, что сделано некачественно, мы заставляем переделать потом на следующий сезон. Мы только по прошлому году, по 203-му микрорайону, по Ларионову и Сурену-Малану заставили переложить 3000 квадратных метров плитки. А в общем по городу мы заставили переложить по гарантии 6000 квадратных метров тротуарной плитки. В прошлом году на Петровского мы не приняли и заставили сразу же поменять еще 2000 квадратных метров асфальта. Ну, то есть в этом плане мы очень строго требуем исполнения. И поэтому все то, что вот будет вызывать вопросы по этапу 2020 года, да, мы заставим переделать этим летом. Это, вот эти переделки, это есть те самые переходящие объемы, да? Нет, не переходящие. А переходящие объемы это что такое вообще? Да, переходящие объемы это вот те работы, которые запланированно перешли на следующий год. Запланированно перешли. То есть это не, грубо говоря, то, что не успели? Смотрите, здесь вопрос даже не в том, что да, не успели. Здесь есть любое строительство, любой капитальный ремонт, он делается на основании проектно-сметной документации. В проектно-сметной документации есть раздел, пост называется, проект организации строительства, в котором четко видны количество календарных дней, которые занимает общее строительство. Вот если мы понимаем то, что мы по календарному плану строительства уже уходим там в зимний устойчивый отрицательный температур в зимний период, ну это логично, что перенести эти работы надо на будущий год. Собственно говоря, что и делается. Сейчас проедемся по Петровскому и уйдем на Чайковского. Да. С Чайковского на Кеша-Алексеева. Кеша-Алексеева. Красильникова. Ну, смотрите, в теме в КАБ, ну, года два я с вами общаюсь, года два получается, да? У нас очень много было нареканий по участию в организации работ по Жорницкого, по Петра Алексеева, когда одновременно вот перекрыли его оба, а потом подрядчики сказали, ну, извиняюсь, просчитали, да? Это не подрядчики просчитались, это объяснить почему так случилось. Смотрите, здесь, если уйти немножко в историю, ясность того, что город будет участвовать в национальном проекте БКАТ, и как городская агломерация с численностью больше 300 тысяч на Дальнем Востоке уйдем, стало ясно только в конце 2018 года. Это декабрь месяц. Соответственно, вот сказали в декабре месяце, да, ребят, вы попадаете в национальный проект, давайте, несите нам паспорта проектов, что у вас есть, и на тот момент готовое ПСД, чтобы зайти в этот строительный сезон, было на Жорницкого и на Петра Алексеева. Других ПСД не было, если вы помните, то мы этап 19-го года по БКАТу улик Флорионова начали делать в конце июля, в начале августа, потому что не было готовых ПСД. Но было огромное желание сделать, построить в городе улицу, поэтому мы осознанно понимаем, на эти сложности шли, и мы не могли не выкинуть ни Петра Алексеева, ни Жорницкого, если бы мы выкинули, мы не набирали километраж, необходимый для участия в национальном проекте. Поэтому здесь исходили из того, что есть, какое ПСД, все, что есть, взяли и дополнительно стали разрабатывать. Если бы мы, допустим, не взяли Жорницкого или Петра Алексеева, начали разрабатывать другую улицу, то вы представляете, она бы разработка ПСД только закончилась осенью, и мы, соответственно, не получали километраж. Поэтому здесь, конечно, в этом моменте было неудобно, но зато сейчас вот две магистральные улицы, которые ведут в той части города, они отремонтированы. В этом году мы сделаем Путузово, Притузово, вот эти вот улицы, которые их соединяют, три улицы. Ильминская, говорят, планет, да? Пушакова, Ильминская, да, начнем в этом году. Вот эти вот улицы с капитальным ремонтом, они очень объемные. И Ильминская, Бабушкинская, Винокурово, в них необходимо заново, заново делать, потому что уже все, что старое не работает, заново систему водоотведения делать, выстраивать. И поэтому вот этот сложный объект, да, мы их начинаем делать в этом году. Не было такого ощущения, что, что касается дорожного ремонта, это в любом случае приведет к некому бедю, да? Если не со стороны общественности, то со стороны гигантского количества надзорных структур, которые за этим процессом наблюдают, глаз держат, грубо говоря. Вообще расстрельная какая-то должность. Я не говорю о его мере, да? Вообще тот, который занимается дорожным ремонтом. Ну, безусловно, да. Повода для того, чтобы высказать свое недовольство в том месте, где выполняется большой объем работы, всегда много. Но вместе с этим нужно понимать, что это часть работы. Если ты занимаешься наведением порядка в публичной какой-то сфере, то люди же критикуют даже о том, как люди дома у себя ремонт делали. Ну да. А тут, безусловно. Ну, я к этому отношусь совершенно спокойно, потому что у нас трехмесячный, кстати, начался упор. Начинаем наводить порядок с ним. Снега. От снега, да. От снега. Сегодня вот заезжал на Паярково, сейчас буквально до вас. Проверял, как началась управляющая компания, отдают, убирают территорию. В этом году начали раньше, чтобы погода, я чувствую, расчувствуется, чтобы не было весенней проблемы, зато пилок-то пилок. Что все-таки с остановками на Жорницкой углу? Почему такие вот несуразные конструкции из профлиста и двухдеревянных палок? Опять же, из-за того, что это... Не было документации? Нет, это была проектно-эспектная документация, прошедшая экспертизу уже. Так оно вышло на торги, и так оно должно было быть сделано. Мы когда хотели внести изменения, нам сказали, что все уже, вот у вас торги сделаны, по этой. Либо проходите заново экспертизу. Ну и, соответственно, вот в тех сроках, которые у нас реализуются, пока у нас времени на прохождение повторной экспертизы не было. Поэтому в целом, в целом, пришлось сделать так. Ну вот она стоит, да. И понимание того, что есть... Мы будем делать теплые остановки. В этом году мы планируем сделать 20 теплых остановок. Два? Да, в том числе будем их менять и там, где они есть. Ну вот у нас улица Чайковского. Она у нас отремонтирована в 2019 году. В прошлом году здесь тоже большой объем гарантийных обязательств заставили сделать подрядчик. В целом, конечно, хорошо. Ну вот единственное у меня, значит, вечный спор с ГИБДДшниками по поводу вот этих вот заборчиков для ограждающей конструкции. Они на самом деле сделаны по ГОСТу, но, тем не менее, все больше и больше городов уходят от них. Я против того, чтобы их устанавливать. Потому что... Да они обзоры элементарно закрывают. Они закрывают... Некоторые места. Они, посмотри, они закрывают обзор. И вот в нашей практике, да, как происходит, посмотри, как снег на них лежит и... Да, награждает. Да, выглядит некрасиво и выглядит, как будто они... Где-то их повело, где-то общий вид портят, и картину портят, и кажется, как будто, ну, неухоженно. На самом деле, если бы их не было, было бы лучше. Поэтому вот у нас в этом году на проспекте Ленина мы будем уходить на другие бетонные ограждающие, там, ну, другие элементы, чтобы уйти от этого. Я надеюсь, что в перспективе мы вообще от них откажемся. Я удалось в прошлом году остановить установку всех этих заборов. Здесь я уже был бессилен, потому что уже был законтрактован. В прошлом году, заметьте, их мало. Их вот только по пешеходным переходам. На одном хаты-муряском шоссе на 74 миллиона они были в смете, я их убрал. 74 миллиона, представляете, вот на такое... Ладно, вот, да, но, Евгений Николаевич, есть же вот эти консервные банки, которые... Они говорят, гостовые тоже. Ну, ограждение вот с шайбами металлическими... Вот, кстати говоря, мы уже... Да, на Ильминской Сахатранснефтегаз уже начал выносы газовых сетей. До начала работы, а не одновременно? Это вот наша работа вместе. Мы же сейчас синхронизируемся полностью с водоканалом, с ресурсниками, со всеми. Для того, чтобы не было вот этих вот историй, когда положили асфальт, вызывайте газовиков. Нет, такого у нас больше не будет. Мы, по крайней мере, по дорожной части, со всем мы научились работать совместно с ресурсниками. Мы синхронизировали наш план дорожных работ, их инвест-программа. Вот единственное место, где уже не успели, и в прошлом году, позапрошлом году уже была утверждена программа, это вот в том конце Чайковского осенью не успел заасфальтировать, где прокладывал трубу, значит, водоканал. Ну, это нормально, они сейчас вышли восстановить. Я готов заклад побиться, да, потому что я от стольких городоначальников слышал, и то, что после укладки свежего асфальта ни одна труба не будет поднята. Ну, если аварийных работ нет, то как бы нет. Ну, нет. Другое дело, что есть аварийная работа. Вот здесь, допустим, была большая работа газовиками проведена, здесь у нас огромная магистральная труба, ее уже лет 30 точно будет лежать. Когда смотришь, как оно было и как оно стало, тогда понятно, что это на правильном пути. А так вот, ну, привыкаешь, и человек быстро привыкает. Здесь же вообще, ну, как бы было практически одно направление. Коснемся кишок города, да. Вот недавно я у друга Алеши Толстякова, который при службе Борисской администрации работает, видел фотографии, как вы лазили в коллектор. Да, удивительное приключение. Чем? Ну, вы не, как инженер, как градоначальник, они не были готовы увидеть такое? Нет, мне было абсолютно интересно с инженерной точки зрения посмотреть, как было построено все это дело. Оно в 62-м году построено, и как до сих пор оно в таком состоянии находится. И как? Оценка? Оценка? Оценка, ну, мне кажется, то, что мы близки к исчерпанию ресурсов. Требуется масштабная работа по обновлению инженерных сетей. Поскольку город вырос, общее количество водоотведения выросло. Давайте проедете по кольцу Евгении Григорьевны. Ну, туда и едем. По кольцу Евгении Григорьевны. Я туда вас и везу. Ага, хорошо, замечательно. На самом деле, очень, я поскольку живу там, да, на Вермонтове 123, стало очень удобно. Да. Очень удобно стало в плане того, что не стоишь по полчаса там на выезде на Сергея Григорьевна. Самое главное, вот с момента, как мы сделали это кольцо, ни одного ДТП не было. Это показатель. Это показатель, это то, ради чего мы работаем. И поэтому я, когда вот на меня брушилось три вагона критики по поводу, как будто я сам его проектировал. Но на самом деле я принимал этот проект, я сказал, что это правильно. Главное, чтобы не было пересекающих потоков выезда автобуса. Там же вообще каша была. И те, кто там не жили, они, конечно, этого не воспринимали. Я-то живу дальше, я живу на птицефабрике, поэтому это кольцо я ежедневно проезжаю. И я видел, сколько там бились, сколько постоянно там выездили с Реглярской шоссе. Сегодня нет ни одной аварии. И проехав один раз, ты уже привыкаешь. Выезд с Мерзлотной, выезд с Якова, Потапова. Теперь люди... Медцентры. Да, с Медцентра, все теперь по-культурному. Автобус останавливается. Вернемся к Кишкам. А, ресурсы черпаны, да? А уже, как и к нам не скажите, сколько примерно вложений потребует приведение в порядок всего вот этого? Здесь вот... И откуда брать? И откуда брать, да? Здесь нужно смотреть то, что есть множество программ по обновлению вообще ЖКХ. И обновление ЖКХ сегодня стоит в одном из приоритетов направлений вообще государственной политики. И, безусловно, это нужно делать в инвестиционных программах наших ресурсоснабжающих организаций. Либо нужно понимать, что здесь необходимо выделять отдельные средства в рамках оригинального бюджета, либо докапитализировать наши компании с местного, без публиканского бюджета, чтобы уже точечно расшивать. Ну, сегодня очевидно то, что решение, которое принято водоканалом строительства третьей КНС и пятого водоузла в южном направлении города, совершенно правильное решение. Это логинское направление, да? Да, это до ДСК не дойдут. Ну, собственно говоря, мы сейчас заедем с вами на Кольцо Григорьева, развернемся, уедем по Красильниково на ДСК, посмотрим, насколько ДСК преобразилось. Я вот на южную сторону города делаю большую ставку, потому что мы действительно там в этом году, уже осенью, люди, живущие в этом направлении, почувствуют облегчение, потому что будет сделан старый Бокровский трак, больше трех километров до речевой школы, будет сделана улица от птицефабрики до ДСК Ивана Кульбертинова, заасфальтированная. Выезд с Ивана Кульбертинова до Сергеевского шоссе будет полностью асфальтирован. То есть можно будет уехать по Сергеевскому шоссе в южном направлении и обратно... Стоп, это улица Птицевод, которая? Птицевод у нас в 22-м году, а это будет улица, которая, вот, щебенчатая улица, которая от птицефабрики едет до ДСК. Все понял. А на речевую тоже говорите, да? На речевую тоже уйдем, да. Смотрим, вот, один из нормально запроектированных, скажем, домов, да, одно из предпочтений было то, что здесь парковок вокруг много, да? И там и в центре запланирована парковка большая. А другие районы смотрим, ну, беда у нас в парковке, Евгений Николаевич, что делать-то? Ну, надо строить. В нашем городе, в центральной его части, где плотная застройка, жилая, не жилая, в принципе, пятна застройки очень маленькие. И очевидно, исходя из того, что вот тот объект, сахопарки, который построен, ну, вот парковка стоит на месте, где стояло пять металлических гаражей. Пять. Пять металлических гаражей. И на этом месте мы разместили 29 автомобилей. 29 машиномест, и, ну, соответственно, у нас же где-то есть по центру места, где можно разместить эти парковочные металлические гаражи. Вот вместо них надо строить такие вот решения, которые могли бы охватывать большее количество людей. Поэтому здесь в любом случае, рано или поздно, все равно этот процесс неизбежен, да, все равно мы будем использовать какие-то технические решения. Ну, вот в Японии поедешь, там целиком все в таких парковках. Поэтому, да, здесь, ну, это неизбежно, потому что у нас в центральной части города просто нету других вариантов. Благоустройство города. Давайте ваше видение, как человека, который вырос. Относительно чего? Благоустройства. Благоустройства. Смотрите, здесь уровень благоустройства текущей города Якутска, конечно, оставляет еще кучу пространств для того, чтобы улучшать. Простор для творчества. Очень большой простор для творчества. У нас сегодня, исходя из основных проблем, которые люди транслируют сквозь социальные сети, там, приличного общения, это дороги и, значит, дворовые территории. Если по дорогам, ну, вот есть вектор, по которому нужно работать, и в рамках этой работы все равно становится лучше, а по дворовым территориям не до конца было понятно, что необходимо делать. Потому что в тех выделяемых средствах, которые идут по линии формирования современной городской среды, по конкурсам отбора, ну, это один-два двора в месяц, в год вообще получается. С учетом того, что в нашем городе больше 400 больших дворов, где стоят многоквартирные дома каменные, то есть четкое понимание, что 80% из них, они после этапа своего строительства больше уже, как бы, не ремонтировались толком. И у нас необходим в нашем городе комплексный подход по обновлению внутриквартальных проездов дворовых территорий, асфальтирования, для того, чтобы, опять же, стало меньше грязи, пыли и прочее, прочее. Поэтому мы приняли решение, что вот ближайшие три года мы в городе будем заниматься благоустройством. Трехлетие благоустройства у нас, общее пока, общее у нас 600 миллионов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте по той щебенке прокатимся, который будет, ну, в смысле, ДСК... А мы так и сделаем, по ДСК, до птички, да. Потому что частный сектор – это тоже город? Это тоже город? А у нас, понимаете, у нас же, как бы, этот, у нас город прирастает пригородами в Якурске. То есть мы растем за счет того, что к нам приезжает, ну, внутренняя миграция большая. За прошлый год город вырос за счет внутренней миграции практически на 4 тысячи человек. И с текущими ценами на жилье в многоквартирных домах многие наши братья, собратья, там, берут и строят себе загородный дом. Причем многие из них приезжают, и они же не жалуются, взяли, построили, печку поставили, все начинают жить. Соответственно, раз дом, два дом, три дом. И очень быстро, прямо в течение года-двух появляется уже микрорайон. А там, где появляется микрорайон, появляются уже обязательства города. Дороги, объекты социальной инфраструктуры и прочее-прочее. Здесь вот четко коррелируется вопрос проблематики, связанный с изменением категории земель. В районе Хатасов сельхозземли были поменены в зону жилую. Или вот застройка, классический пример, это Сатал. Там уже 11 кварталов, да? И с какой скоростью это строится? Вот, если вы дали участок и дали какую-то первичную инфраструктуру, а нашим людям из инфраструктуры нужно две вещи. Электричество и газ. Как только появляется электричество и газ, молниеносно начинается строительство. Просто вот даже сотнями домов прибавляется ежегодно. Поэтому здесь при формировании территории под индивидуальное жилищное строительство должна быть четкая градостроительная политика. Заезжаем вот как раз на ту щебенку? Сейчас, да, мы в Воинске. Этот объект, дорожное полотно было сделано в 19-м году, в 20-м году были сделаны тротуары. Значит, здесь вот что примечательное, что мне нравится в самой логике, которую мы здесь приняли при разработке района ДСК, в принципе, здесь, смотрите, есть СОЖ номер 6. Здесь пойдет вот Сарапокровский тракт, отсюда начинается. Вот отсюда до речевой школы будет в асфальте. Вот отсюда? Вот отсюда прямо будет асфальт. В этом году. Поэтому жители этих домов резко получают плюс 100. Кормить. Не кормить, а к комфорту. Да, я хочу показать вот объекты 20-го года. Мы здесь вот с этой линии 20-й год сделали асфальтирование, тротуары. Просто кто здесь живет на ДСК, тот должен вспомнить, как здесь было. Да тут батаран был просто. Да, здесь вот совершенно правильно. Здесь посмотрим, как там сделана сейчас разворотная площадка. Ну, насколько сейчас инфраструктура ДСК просто изменилась. Я вам скажу то, что у района ДСК огромные перспективы. Здесь у нас 153-й квартал на 47 тысяч квадратных метров нового жилья. Мы заключили договор о развитии застроенной территории с ДСК. Здесь реализуется масштабный инвест-проект практически на сотни тысяч квадратных метров Республиканская ипотечная агенция. Здесь мы собираемся в 153-м квартале строить школу Тысячник. Ну и, соответственно, здесь вот вспомните раньше, как на Иринку надо... А стоимость жилья подскочила здесь? Я думаю, да. Стоимость жилья, конечно, подскочила. Это объективный индикатор. Она сегодня по Якутску подскочила в большей степени даже не из-за каких-то геолокационных или там иных причин объективного характера. Сегодня цена взлетела за счет супергорячего спроса. У нас просто нет должного количества квартир на рынке, чтобы обеспечить спрос. А дальше уже рыночная экономика. Снега нынче много? Снега много. Почти 600 тысяч кубличных метров мы вывезли уже. Это в два раза больше, чем 10 лет назад. А в прошлом году? В прошлом году было 570. Много друзей уехало из региона вообще, из Якутска из региона? Безусловно, да. Многие уехали. Вот чего нет Якутска? Зачем они все уезжают? Там Калининград, Новосибирск, Новосибирск? Как думаете? Вы знаете, по причинам, у всех, как бы, любая причина для каждого человека своя. Ну, если их обобщить, то есть ряд общих, по крайней мере, направлений, да? Многим не нравятся климатические условия. Согласен. Есть такие, которые вот просто из-за климата. Есть второй блок людей, которые находят какое-то хорошее предложение по работе и уезжают. Третий блок людей, по причинам, которые это, они мне нравятся, инфраструктура, ровить жизнь здесь. Значит, им не хватает тех плюшек, которые могут быть в больших городах. Чистых тротуаров? Да. В том числе благоустройство, форма проведения досуга. Аквапарков? Да, аквапарков не хватает людям. Не хватает хороших больших общечных пространств. Перуа, Мерлен. Макдональдса не хватает людям бывает. Ну, здесь вот с другой стороны мы понимаем, что это все придет в наш город. Мы, во-первых... При условии чего? Когда придет? При условии наступления 25-го года и строительства моста. Как только у нас появится мост, эти все вот перечисленные плага, связанные с сетевым образом ведения, да, бизнеса, когда за счет масштаба, они сразу появятся. У нас появится здесь магнит, пятерочка, ну, кто-то из сетевиков больших продуктовых. У нас появятся сетевые магазины по продаже стройматериалов, вот, перуа, и так далее, и прочее. Там внизу убрались, вал-то влали, поставили бункера. Ну, в общем, здесь мы навели порядок временный. В этом году здесь район преобразится кардинально. Как только здесь появится дорога, здесь перестанет стоять стул пыли. Ну, и вот эти вот дома, они все... Запомните их там. Посмотрим через пару лет, что здесь будет построено. Здесь будут построены магазины и прочее, прочее, короче. Потому что здесь запустится сразу три автобуса. Нет, здесь же еще вот стих. Довольно ощутимый аналог Сатала, да? Да, здесь совсем другая жизнь начнется уже с этой осени. К пятерочкам вернемся, и мост, думаете, решит максимальное количество, даже, отсутствие какой-то там бизнес-инфраструктуры и так далее. А бизнес-инфраструктура, она такая вещь, которая, в принципе, фундаментально требует решения моста. Понимаете, как только будет решена задача моста, любой бизнес... Ну, смотрите, нам просто, если смотреть с эффекта масштаба, любой большой федеральной сети неинтереснее якутс по одной простой причине. Потому что у нас здесь межсезонье, весна и осень, когда необходимо работать на склад. Ну, необходимо здесь пуча рисков. Ты должен навести заранее много продуктов питания и прочее-прочее, чтобы в момент, когда нету переправы через реку Лена, у тебя все это было здесь обеспечено. Это, оно того им не стоит, это лишние риски, исходя из нашего потенциала внутреннего потребления, рынка сбыта здесь, оно того им не интересно. Как только появится мост, они вот эту вот строку риска убирают, у них четкое планирование. Ведь сегодня бизнес завязан на том, чтобы все находятся в оборотном капитале, да, у многих кредитные средства. И от того, что здесь на несколько миллионов рублей, на десятки, сотни миллионов рублей, исходя из масштаба, необходимо замораживать там на 2-3 месяца, да. Это не лучшее вложение, когда у тебя вот есть рядом Хабаровск, есть рядом Виробиджан, куда Благовещенск, этой проблемы нет. Поэтому, как только у нас мост появится, с учетом того, что у нас здесь в принципе город растет, отсюда логистически снабжаются районы, влусы, быстро пойдет развитие бизнеса в целом. Это я убежден. И отток населения уменьшится? Отток населения, да. Ну, я думаю, здесь отток населения будет уменьшаться, поскольку мы уже будем конкурентоспособны с другими городами. Здесь будет все, вот, по крайней мере, из тех вот плюшек, которые мы перечислили с вами, да, большинство этих плюшек, они осуществимы, их надо делать. В 400-летие мы должны встречать безаварийного жилья, с аквапарками, с Макдональдсом, с мостом, с Леруа Мерленом. Вы обозримом будущем не меняетесь, не собираетесь менять, скажем так, якутскую прописку? Абсолютно нет, конечно. Отлично. А родители-то откуда? Давай я как человек пожилой задам такой. Отец у меня из Вилюйского улуса, там, мать у меня в Чуровчинского улуса, село Мерла. Вот у меня большая родня и в Вилюйском улусе, и в Чуровчинском улусе. Отец и мама, они с многодетных семей, по отцовской линии вместе 11 человек детей было, по материнской тоже 11. Поэтому вот часть родственников живет в Чуровчинском, в Татинском улусе, часть родственников в Вилюйском. Вот такая вот нам семья. Сюда до Сереглянского шоссе все будет асфальт. А, то есть вот... Студенческую улицу мы тоже асфальтируем. Вот эта вот линия замкнется, да? Вот эта линия замкнется, плюс вот эта объездная по Студенческой улице в Тицефаблике тоже будет в этом году в асфальте. И Тицефаблику мы в этом году тоже подтянем. У вас же разряд по боксу, да? Да, да, я серьезно и долго занимался боксом. Выпускник лицея, республиканского лицея Шамаева, да? Да. Человек, который, ну, близок к спорту, там, тем вещам, которые понятны любому абсолютно жителю нашей республики, да? А как Шамаев сочетается с ударными видами спорта? С ударными, когда удар-то в голову приходит? Ну, надо просто уворачиваться. Уворачиваться? Да. Отличный подход. Павку дергать, кстати, не надоело? А у меня все машины на механике. Я считаю ее мужской коробкой переключением. Больше контроль, наверное? Ну, не нравится мне это все дело. У меня Марк 2 был изначально на автомате, я специально заморочился, купил механику, переставил на механику. Вчера мы говорили о мэрии на 17-м квартале. Да. Почему 17-й квартал? Вот чем виноват 17-й квартал, что товарищ Григорьев собрался переносить мэрии туда? Потому что сегодня у нас нет других вариантов того, как развить 17-й квартал. Потому что у нас есть ряд обременений, которые налагают... Вот одну из самых больших проблем, которые сегодня есть по 17-му кварталу, это 7-я аэропортовая шумовая зона. Она гласит о том, что вот на той местности, которая внесена в Росреестр, в ИГРН, как 7-я шумовая подзона, в этой области нельзя строить жилищного строительства. Росавиация и Роспотребнадзор говорят, что там нельзя строить, потому что превышает уровень шумов от самолетов, которые летают и садятся. Но можно строить административные здания. И самое... В такой ситуации что делать? У нас люди вроде жить могут, но новое жилье строить нельзя. Поэтому один из вариантов, как быстрее там сделать административный район, где могли бы находиться уже объекты не жилые, обеспечилось притяжение людей и, соответственно, расселение этих домов за счет нового строительства. Это якорное что-то там построить, куда так и так люди будут ходить. А чем виновата тогда старое здание городской администрации, что вы собрались ее продавать? Оно ничем не виновата то, что... Нет, ну есть же мнение, что ни вы созидали, ни вам продавать. Я абсолютно согласен с этим. Я могу сказать то, что смысла во что бы то ни стало продать это здание нет. Только смысл есть, основной, самый главный смысл есть в том, чтобы что-то сделать с 17 кварталом. И в этой же основной задаче есть второй смысл. Собрать 17 адресов. Вот сегодня вся мэрия, вся структура мэрии, без подведомственного учреждения нами, только мэрия и ее структура по 17 адресам. 17 адресов. И 17 квартал. Что-то знаковое. Да, 17 адресов. И вот задача, хотя бы если 10 из них, может быть 16 из них собрать в одном адресе, то это уже снимет огромное количество издержек, которые тратятся на перемещение людей между этими зданиями. На том, чтобы они сегодня есть структурные подразделения, которые сидят, работают в квартирах. Да, и насколько часто они видят начальника, насколько правильно выстроена командная работа для достижения хороших результатов. это уже вопрос общей эффективности и становления города. Поймите то, что центральное здание мэрии построено в 1974 году. И каких размеров город был в 1974 году, и какой город сегодня. Мы сегодня, пятый город на Дальнем Востоке, мы сегодня столица самого крупного региона в нашей стране. Поэтому управлять и работать мы должны по-современному. Собственно говоря, поэтому я хочу построить здание там, которое могло бы быть не хуже по формату работы зданий там Яндекса и прочих. Хороший open space, где есть большое количество переговорных комнат, где могли бы формироваться команды и быстро решать вопросы, где можно было бы ежедневно проводить короткие летучки. То есть речь не идет о том, чтобы переехать в здание бани, да? В баню точно нет. Это же абсолютно нет. Это должно быть новое здание, отвечающее современным требованиям энергоэффективности, современным требованиям организации рабочего пространства. Это о старом здании и речи быть не может. Я реалист и практик и всю жизнь считаю то, что если есть возможность делать, то надо делом заниматься, а не языком читать. И вот смотрите, здесь можно говорить то, что все плохо, ничего не меняется. Вместе с тем, понимать нужно следующее. Я когда попал в городскую администрацию, я погрузился в структуру бюджета города Якутска, я понял, как сформировано вообще бюджетирование в городе Якутске. Из 18 миллиардов общего бюджета, 18,9, если быть точным, по расходной части, 10,3 миллиарда рублей, доходная часть, 10,3 миллиарда рублей приходят с республики. И только 8 миллиардов это собственный доход республики и города. Поэтому нужно понимать то, что город Якутск невозможно развивать без участия в нем республиканского бюджета. Невозможно менять и перенаправлять программные вещи без решения городской думы, без решения Илтумена, ну и, соответственно, если совсем далеко пойти без решения госдумы. До 2024 года у нас реализуются национальные проекты, вместе с тем до 20. Следующий выборный цикл – это практически конец реализации нацпроектов. Либо мы до конца этих нацпроектов участвуем в городе и уже к 2024 году имеем ощутимый результат по городу, работая в тесной связке с Госдумой, с Илтуменом, где большинство Илтумена Единой России и городского собрания тоже. Либо мы говорим, что вот все пепел, все тлен, ничего не надо. И громче всех, конечно, горлопаним и можем там на этом балабольсе какие-то политические фиги собрать. Вот благодаря нашему четкому диалогу с республиканскими властями, мы в этом году почти 400 миллионов рублей дополнительно получили на город. Если бы мы говорили, что там все неправы, нам все плохо, скажите, но хорошо мы сделали или нет? Вот вы живете на Старопокровском тракте и по Ивана Кульбертиновым поехали. Если бы эти асфальты, дороги не асфальтировались, скажите, хорошо было бы или плохо? Для моей ходовой нет. Ну вот, я задумал, был бы ваш... Лишние траты. Да, ну а скажите, если бы город там был бы полностью в каких-то интригах внутренних руководителя, что он против всех Единой России, против прочего, дала бы эта возможность вам быть удовлетворенным. Мне кажется, лучше хорошую дорогу иметь сегодня, а потом уже говорить о том, что... И детский садик поблизи. И детский садик поблизи, и прочее, прочее, да. Потому что надо быть реалистами. Сегодня нужно... Вот у нас по пирамиде Маслов как будто человека есть, да, по потребностям. Вот можно город также разложить по пирамиде Маслов. Да, мы уже... Допустим, у нас не... Мы нужно исходить из того, что мы еще не находимся далеко не на вершине. Нам нужно решить наши первичные задачи. Для этого нужно сегодня быть... Иметь системный подход. Вот сегодня не время для того, чтобы ради своих личных амбиций говорить, что все плохо, все нет. На самом деле ничего не плохо, надо работать, надо нормально работать, выстраивать. В конце 2020 года мы определили 32 земельных участка дополнительные. Из них вот сегодня этап согласования проходит. Кстати, вот мы объявились на одну остановку уже будем строить. В Ановоинской, кстати, где мы были теплые. И в этом году мы построим 20 остановок. Есть предложение в части из них, где это возможно, внутреннее размещение поставить. Туалет будет платный. Но для того, кто спешит там или что-то для женщин в первую очередь... А хоть 100 рублей? Ну, 100 рублей он не будет, он будет недорогой. Рублей 20? Да, для того, чтобы можно было выкачать септик и прочее, прочее. Это раз. Второе, значит, мы четко понимаем, что в центральной части города, где основной трафик людей идет, необходимо строить общественный туалет уже капитальный. И здесь вот идет задача на у меня департамент градостроительства и транспортной инфраструктуры о том, где необходимо найти площади. И уже вот как город мы обязаны построить, подключить их к центральной канализации, к водоснабжению. И пусть уже вот он у нас на балансе, ежегодно в бюджетирование заходит, и мы его будем содержать. Коснемся еще раз центра, да? Мы смотрим, что я сам лично не раз был свидетелем того, что парни в желтых рубах, они лопатами, метлами чистят от снега тротуары. Общий объем по соглашению, который мы очищаем тротуаров, порядка 200 тысяч квадратных метров. Непонятным образом не было, почему дороги чистились на Можайского, на 50 лет в Сосраде, на внешней части Чернышевского шоссе, да, вот. При этом не чистились на Орженикидзе или Ярославского, да, поэтому здесь вот ЖКХ-шников я чуть-чуть успехнул. Они пересмотрели часть карт своих производственных, и вот поэтому мы... Консенсус достигнут, да? Это даже не консенсус, это просто открыт, ну, логика. Под другим углом надо посмотреть, надо любое решение, которое принимается в городе, должно отталкиваться от полезности для людей вообще. То есть вы рассматриваете город как некий большой рынок услуг и каких-то вещей, которые люди получают? Ровно так и есть, потому что уровень... Сегодня уровень конкуренции такой, что вот люди в том числе могут переехать в другой город, потому что будут считать, что там органы местного самоуправления, органы государственного власти лучше работают для людей, да. Поэтому сегодня мы конкурируем за всех жителей, которые могут потенциально куда-то уехать, да. И уровень той работы, которая сегодня оказывается властями, она должна быть в жесткой конкурентной среде. Вот уже месяц я проработал мэром, исполняющим обязанности. Я для себя понял, что основная задача мэра, помимо создания команды мэрии, более глубинная задача – это создание команды города. Что такое команда города? Когда люди, жители города будут понимать, зачем работает мэрия, какие у нее цели, и эти цели будут целями самих людей, тогда пойдет уже вот эффект унисона, да, то есть симбиоз пойдет. Тогда и мэрия будет работать для людей, и люди будут поддерживать мэрию. Тогда вот основная задача мэра города – это создать команду города, чтобы каждый гражданин был услышан, и его желания, его видения были заложены в стратегию развития города. Именно с этой целью мы сейчас, для того, чтобы сверить наше видение, наше понимание, мы собираем предложения жителей на почту, на WhatsApp отправляют. Я их всех саккумулирую с командой уже по направлениям, по блокам, и уже исходя из этих направлений, они будут положены в основу стратегии развития города. Человек, который на текущий момент времени становится чуть ли не главным мюсмейкером в городе, но обязан, наверное, быть в программе «Горожане», которую веду я, журналист Дмитрий Аргунов, еще раз, и исполняющий обязанности мэра города Евгений Григорьев. Спасибо за то, что пригласили на этот интересный разговор. Рад был прокатиться, показать результаты нашей работы, ну и всегда приятно прокатиться в приятной компании. Спасибо. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова